Всем приветики! Я вдруг только что осознал, что я очень глупый парень. Потому что вот уже, наверное, 3 или 4 года, как у меня сломались колонки. У меня были здесь две колонки с вен, какие-то там две такие колоночки и сабвуфер. Они сломались. И с тех пор я так и не купил новое. Я как-то ездил за новыми, купил, принёс. А там был какой-то фон. Ну, я брал дешёвенькие, что-то шипил. Я их отнёс назад и больше как-то к этому не возвращался. Использовал наушники. Ну, это как сидеть в наушниках целый день. Ну, не целый день, а сколько там за компьютером сидишь. Даже, например, бывает, часов 10 сижу, допустим. Ну, немножко напряжно. Оно-то удобно, но напряжно. И поэтому иногда хочется посидеть без них, чтобы лучше было слышно. У меня лежат так вот на столе наушники. На компьютере я включаю через диспетчер звука в РЛТК. Ну, получается, если я включаю музыку, допустим, вот. Вот она слышно играет. Но довольно-таки тихо. А чтобы слышать её сдалека... Не, оно и так слышно, но тихо. То есть, из-за того, что постоянно в наушниках сидеть напряжно, я их снимаю, и они лежат на столе, а я слушаю. А я так слушаю, типа, делаю звук на максимум. Сто процентов делаю и слушаю. И они лежат на столе, и я просто слушаю их со стола. Но чтобы было громче, я включаю тонкомпенсацию. Вот звук играет, например. Вот. Это повышает громкость. Хотя в плане музыки понижает. Но если голос... Вот джаз повышает. Слышно, что громче стало. И тонкомпенсация в данный момент понижает звук. Но если голос... Обычно голос становится громче. Вот. К примеру, сейчас я посмотрю, что можно вам включить. К примеру, вот, например, мой видосик. Вот. Со стола плохо слышно, что я там говорю. Вообще плохо. Но если выключить тонкомпенсацию... Уже погромче стало. Если включить джаз... То еще громче стало. Вот. И таким образом получается, что я всегда так слушал звуки из компьютера через наушники. То есть уже 2 или 3 года. Ну, то есть, когда мне надо что-то хорошо расслышать, я надеваю наушники, допустим, да. И слушаю. Но если просто надо, чтобы на фоне что-то говорил, допустим, и чтобы я слышал, что говорил, я просто делаю тонкомпенсацию, джаз, вот они тонкомпенсация джаз, и оно работает. Ну, сейчас у меня такая штука, что у меня начали болеть глаза. Я решил обновить монитор на более современной с IPS-матрицей. У меня матрица на этом мониторе в iPhone Tf Plus Film. А я хочу взять IPS. Начал выбирать новый монитор. Вот Acer смотрю. Вот такой вот хочу себе. Ну, не хочу, просто пока что смотрю. И здесь есть такая штука, как, это получается, что у нас идёт? Встроенные динамики, где-то я тут видел. Вот, встроенные динамики. Есть. Я подумал, а если в моём вайсонике встроенные динамики? Зашёл, и вижу галочка, да. В моём вайсонике, а сейчас у меня такой вайсоник. Вот это мой монитор. Такая вот штука есть у меня. Встроенные динамики. И я думаю, что? У меня есть встроенные динамики, а я вот уже три года или четыре пользуюсь наушниками на столе? Какой же я глупый. И в итоге я решил посмотреть, что делается у меня снизу монитора. И, в общем, вот что там делается. Ну, вот, в общем, есть порт, куда подключается питание, я так понимаю. Да, это питание сюда приходит по этому толстому проводу большому. Здесь ещё какой-то штекер, а вот для аудио штекера. И туда можно подключить такой провод. Получается, внутрь вставляется такой провод. То есть он на двух концах одинаковый. Туда такой вставляется и сюда уходит такой. То есть вставляем такой провод в монитор. И такой же провод вставляем в компьютер. То есть вон у меня оно там подключено. Вот это наушники мои. Убираем наушники и подключаем монитор. Всё. Монитор подключен. Звук теперь идёт с компьютера в монитор. Он идёт с компьютера туда-туда-туда и в монитор. Всё. А динамики где-то с этой стороны, а другой с этой стороны. Но где точно, я не знаю. Где-то там внутри должны быть. Я не знаю, есть ли там дырочки под него. Я даже не знал, что они там есть, честно говоря. До тех пор, пока вот сейчас не глянул в этот, как его называют. Пока я в новом мониторе не видел встроенное. И решил посмотреть, есть ли в моём встроенное. Оказывается, есть. А я вот уже несколько лет использую наушники. Вот что за такая... Как так вообще можно? Вот. И теперь мы отключили наушники. Мы подключили динамики монитора. Выбрали, что это у нас подключены... Что это у нас подключены... Выход на передние динамики. Да, это два передних динамика. И теперь включаем обратно ту же музыку. При этом тонкомпенсацию можно отключить. Становится громче. И джаз отключить. Ну и вот. В итоге. Работает монитор. Ну и честно говоря, я очень рад, что я нашёл эту функцию. И я просто такой... Что? Я когда только... Когда увидел надпись из встроенной динамики, я заглянул вниз, увидел этот зелёный штекер. И когда включил и всё это заработал, я такой сразу... Что? У меня всё это есть, а я вот уже... Несколько лет использую наушники в качестве колонок. Что? У меня есть, можно сказать, мини-колонки в мониторе, а я не использую. Блин, какой я глупый. Чёрт. Вот такие дела. Если бы не выбирал новый монитор, я бы даже, наверное, не знал бы, что в моём есть динамики. Потому что я его покупал в году... Я не знаю, ну лет... Сколько ему? Я не знаю. Лет уже больше 7-8, наверное. Я так давно покупал, что забыл про его характеристики. И даже вообще не вспомнил, что это же в мониторе могут быть динамики. Юзал наушники вместо колонок. И хотел ещё купить колонки. А сейчас, получается, можно даже не покупать колонки и больше не юзать наушники. То есть юзать наушники по их прямому назначению. Надевать науши. А когда хочется просто послушать звук не в наушниках, можно использовать монитор. Вот. Что-то я вообще жёстко тупанул. Вот. Такие дела. Как-то так, вот. Но при этом монитор всё равно хочу заменить, потому что от этого у меня устают глаза. А он старый. Какого он года там написано? 2013 года выпуска. А я хочу взять что-то посвежее какому-нибудь там, я не знаю, от 2018 года. То есть уже посвежее. И матрица другая у меня. У меня получается. ТН плюс фильм. Вот он. А я хочу взять IPS. Она типа на глаза не так и давит. Вот. И это будет получше. Плюс то, что благодаря этому поиску я вот смог найти у себя в старом мониторе нужную функцию. То есть за столько лет я впервые использую эту функцию, хотя она мне нужна уже несколько лет. Как минимум. Так что всегда смотрите все возможности ваших устройств. Вот. На этом всё. Всем пока. Пока.